Продолжение следует... Прежде чем предоставить слово нашему сегодняшнему ведущему Константину Николаевичу Костюку, я, как всегда, делаю несколько предварительных объявлений. Часть из них направлена на наших вновь прибывших коллег, на каждом вебинаре которых около 20%, которые впервые присутствуют на нашем вебинаре. Ну а одно объявление для всех я сделаю отдельно. Итак, в самом начале нашего чата находятся две полезные ссылки. Первая из них ведет на наш сайт, сайт Директ Академии, на его главную страницу, где располагаются расписания наших вебинаров. Расписание, текущее расписание на неделю и снизу страницы находятся интерактивные расписания за весь наш год. В этом расписании можно зарегистрироваться на любой вебинар, который предстоит нам в этом учебном году до конца июня месяца. А также непосредственно из расписания посмотреть записи всех вебинаров, которые уже прошли. Вторая ссылка ведет на наш видеопортал на YouTube, на котором мы выкладываем все записи наших вебинаров. Хочу сказать, что количество этих записей уже потихоньку приближается к трем сотням. Подпишитесь на наш канал и будете всегда в курсе того, что происходит в Директ Академии. Наконец, третья ссылка – это объявление уже для всех. Напоминаю вам, что с февраля по конец апреля мы собирали ваши заявки. Собирали заявки тех, кто хочет провести вебинары в Директ Академии. И теперь мы проводим голосование. Голосование среди вас за темы этих вебинаров. У нас 18 претендентов. Я думаю, что троим победителям мы предоставим слово в июне месяце для проведения наших вебинаров. Темы достаточно интересные. Единственный нюанс для того, чтобы проголосовать, вам понадобится Google Аккаунт. Это делается для того, чтобы отсечь повторные голосования. То есть любое голосование принимается только один раз. Правда, проголосовать можно за любое количество вебинаров. У нас уже есть более 50 проголосовавших, и мы продолжаем наше голосование. Пожалуйста, голосуйте, чтобы выбрать лучших. И, как всегда, в конце своего введения я представляю темы двух следующих вебинаров. Сейчас я дам ссылки в чат. Вот эти два вебинара. Состоятся они в понедельник в 12 часов. Это будет вебинар Юрия Николаевича Белоножкина, который у нас ведет цикл, посвященный онлайн-обучению. И вебинар его будет называться «Видео для социальных сетей, реклама и обучение на основе экосистем». И во вторник у нас состоится вебинар Софьи Багдасаровой. Во вторник в 11 часов, обращаю внимание, Софья всегда ведет вебинар в 11 часов. Это вебинар по истории искусства. Вебинар, как всегда, у Софьи будет называться достаточно витиевато. «Как Наполеон потерял власть, но навеки изменил мебель и фарфор. И как это аукнулось в эпоху советского НЭПа». Вебинары у Софьи всегда очень интересные. Приходите, будет здорово, как всегда. Ну что ж, мои сегодняшние объявления иссякли. Я передаю слово Константину Николаевичу, для того, чтобы он провел сегодняшний вебинар. Константин, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать сегодня и благодарен всем, кто пришел на мой вебинар. Напоминаю, что сегодня вот этот вебинар представляет собой демонстрационную лекцию, относящуюся к заявленному мною онлайн-курсу «Электронно-библиотечная система информационно-образовательной среды», который состоится в июне, если мы наберем желающих его прослушать. В данной лекции я остановлюсь сугубо на теоретических вопросах, ну, вообще на концепции, с которой я стараюсь толковать все наши процессы в информационно-коммуникативной среде. Это основное понятийное поле, с которым я работаю. Сам курс будет иметь более практическую направленность, обобщать практику как нашей ЭБС, так и вообще работы электронной книги, электронно-библиотечных систем в нашей стране, в наших вузах. В общем, он довольно большой, и там, я надеюсь, нам хватит времени на все. Ну, а все-таки то, почему все это происходит, почему мы с вами все собрались сегодня, в основе этого лежит цифровая революция. Очень важное событие, разделившее историю и мир напополам. Вот попробую очертить значение этого события со своей точки зрения. Давайте задумаемся о том, что сегодня происходит, какие знаковые события в информационном мире, которые могли бы пролить свет на то, что в реальности происходит, какого значения вот эти события. И обращу внимание, вот есть такой эксперт, очень известный, Андрей Мирошниченко и его такая нашумевшая книга «Когда умрут газеты». Он один из первых, во всяком случае, у нас в стране, обоснованно и очень громко заявил, что газеты очень скоро умрут. И мы потихоньку привыкаем к этой мысли. Он тогда, ну это было где-то в 2010 году, обозначил несколько ключевых причин. Вот первая причина – это цифровой способ передачи контента, который делает газеты, то есть печатный способ передачи новостей, просто ненужным. И интернет, который по сравнению с газетами, полностью принимает на себя функцию средств массовой информации, информирования о последних событиях. Вторая причина, которую он выделил, и тут тоже, мне кажется, она очень убедительная, демографическая. По мере того, как уменьшается кворум тех, кто пользуется бумажными газетами, это становится все более элитарный вид потребления информации. И вот наступит момент, когда вот это наше поколение Z, Y, Next, как их ни назови, юные поколения, которые там живут с айфонами, они уже просто очень трудно будут представлять, что такое газеты, и уж тем более не станут их читать. И вот когда умрет, условно говоря, последний представитель старой эпохи читающей газеты, больше некому будет читать этот формат. Ну а третья причина, экономическая, тоже связана совсем с этим, с системой дистрибуции, когда исходит из того, что для рентабельности всего этого процесса бумажных медиа необходима, опять-таки, некий порог окупаемости. И вот когда газеты и журналы будут ниже этого порога окупаемости, просто предприниматели, бизнесмены, медиамагнаты перестанут работать с этим форматом. Вот, как видите, аргументы убедительные. Мы пока еще читаем газеты и встречаем их в разных местах, но постепенно отвыкаем от того, что они действительно сопровождают нас каждый день. И вот Мирошниченко даже обозначал дату 2030 год, когда вот это вот поколение Next станет доминирующим поколением без газет. Вот, я бы хотел обратить внимание на то, что значит для нас Мир без газет. Это рядовое явление или это действительно такое мироформирующее событие? Вот, мне кажется, что это как раз вот последнее. Это знак очень больших и важных процессов. Газеты, конечно, существовали не всегда, там в Древней Греции их не было. Вот, но если мы берем вот наш мир, начиная с нового времени, именно газеты становятся основой того понятия средств массовой информации, которые мы еще раз обозначили как четвертая власть. То есть информация, которая влияет на нашу жизнь, направляет нашу жизнь, является таким оселком. И, в общем, газеты как материальная форма, выражение вот этой силы и власти, в которой информация получила в нашем мире. Так что Мир без газет, как мне кажется, это совсем другой мир. Мир, скорее, фантастических романов, чем легко представляемой реальности. Ну, а теперь попробуем вникнуть, действительно ли это так, вообще умрут газеты, что это значит, что придет на смену, и что за всем этим стоит, какая смена медийных форматов. И вот на этом слайде, как бы я очень кратенько хочу обозначить вот ключевые подходы к важнейшим понятиям информации и коммуникации, с которыми мы будем и оперировать на протяжении всего курса. И осмелюсь на такую смелую абстракцию представления нашей жизни, как преимущественно жизни душевной, как это было всегда свойственно интеллектуальной, религиозной традиции. Но если в нашей философской традиции душевная жизнь человека, вообще жизнь человека, это жизнь души как таковой, вот я бы предложил понятие информационно-коммуникативного континуума. Наша жизнь проходит внутри, и преимущество выражается в этом информационно-коммуникативном континууме. Что это значит и почему? Привлеку здесь очень важного теоретика социологии и медианауки, и Николаса Лумана, который вот здесь как раз четко вот эти два понятия вовлекает. Жизнь человека, индивидуального существа, он трактует в первую очередь как жизнь сознания. Человек – это сознание. А вот общество, он трактует как коммуникация. Общество – это коммуникация. То есть то, что происходит между людьми, между сознаниями, это коммуникация. И так можно сказать, сознание в его деятельности, в социальной деятельности – это и есть коммуникация. Она объемляет все, и, скажем так, коммуникация первична, информация вторична. Мы видим, какие в экономике, в коммуникационной области возникают гиганты, которых в информационной области, которой мы работаем, и близких таких нет. Коммуникация – процесс интеракционного, смыслового обмена между людьми, процесс речевого взаимодействия. И обращу внимание тоже на две такие важные социологические традиции XX века. Первая связана с мэтром социологии Максом Вебером, с его теорией социальной действия, которая доминировала практически все прошлое столетие, в котором он опирается на трактовку ключевого элемента социума-социального действия, как социального взаимодействия, в котором один является средством для другого. И вся деятельность регулируется понятиями цели и средства. Один добивается каких-то целей с помощью другого, как средства. Вот это основа общества в этой доктрине. А вот после войны теория социальная сменила свои векторы и интересы. И здесь один из самых известных вам, конечно, знакомо имя Юргена Хабермаса и его теории коммуникативного действия, который дополнил и противопоставил теории социального действия другое положение и понимание действия. Основное социальное действие определяется не таким телесным взаимодействием, а прежде всего взаимодействием коммуникативным, взаимодействием взаимопонимания, в котором происходит обмен значений, взаимодействие в понимании смысла и в дальнейшем реализации вот этих смыслов. И тем самым Юрген Хабермас перевел в социальную теорию совершенно другую плоскость, в котором не физические взаимодействия людей друг с другом играют определяющую роль, а смысловые взаимодействия, которые возникают в процессе коммуникации. Вот поэтому для общества коммуникация – это приоритет номер один. Итак, вот этот коммуникативный процесс для нас очень большое значение имеет понятие информации. Информация как понятие имеет совершенно другие корни, другую историю, и основной ее источник – это математические теории, где она и возникла. Здесь у нас именно такие имена, как Клод Шеннон. Информация здесь трактовалась как мера неопределенности системы, в которой мы что-то знаем о системе или что-то не знаем. И вот как математическая величина взяты единицы, информация 1 бит, где мы точно знаем, что что-то есть. В паре истина-ложь, традиционно этой паре, мы точно знаем, что одно истина, а другое ложь. То есть нет никакой неопределенности. Вот из таких вот маленьких единиц истины и формируются наши информационные комплексы. И вот эти комплексы – это, собственно, главная заслуга вот этой кибернетической теории, могут передаваться. То есть информация может передаваться от одного другого, причем передаваться независимо от ее содержания истинной лжи, определенности, неопределенности. Эта кибернетическая концепция породила очень известную модель передатчика и приемника информации, такая технологическая модель. Я вот на этом всем пробегаю буквально мимо, а подробнее мы будем это обсуждать все на занятиях. И такая вот техногенная концепция, она имела в 20 веке параллели с лингвистической концепцией, которая тоже очень активно развивалась во французской философии, филологии, лингвистики. Ну и наша отечественная традиция здесь была одним из главных игроков. Вот имя Роман Якобсон, всем известный, который тоже предложил свою концепцию коммуникации, лингвистической коммуникации, в которых существует отправитель, существует получатель и существуют информационные сообщения от одного к другому. И встраивая информацию в основные понятия, которые нам нужны, снова обращусь к определениям Никласа Лумана, который выделял в процессе коммуникации три элемента. Информация, сообщение, понимание. И информация – это то содержание, которое заключено в сообщении. В этом, собственно, все с Луманом согласятся. Лингвистическая традиция породила здесь целое направление – семантику теории речевых значений, которые немножко в другом ключе, но, собственно, трактуют о тех же самых понятиях. То есть об информации как содержание коммуникации, как элементе коммуникативного процесса. Итак, вот что можно сказать для начала о коммуникации информации. Я бы следующим шагом обратил внимание на понятие медиума. И для электронных медиа это будет очень важно. И коммуникация не осуществляется в безвоздушной среде. Она всегда осуществляется посредством медиума. И вот чтобы перейти к этому вопросу, выделю такую, ну, собственно, мою типологию трех типов коммуникации. Первый тип – это коммуникация-диалог, который играет роль простое сообщение от одного человека к другому. Вот эта коммуникация образует основу нашей бытовой жизни, преемственности, она создает, так скажем, основу жизни человеческого рода, общения друг с другом. Второй тип сообщений я бы назвал «гонец». Это тот тип, когда некий гонец приезжает в город и озвучивает закон или какой-то указ короля. Вот в этом типе сообщения налицо содержание информации, некой передаваемой сверху. И вот именно для государства исторически такой тип коммуникации, сообщения информации, становится определяющим и ключевым. Такая коммуникация вообще начинает образовывать структуры власти, образовывать государство, создавать историю. Вот. И, наконец, третий тип сообщения – курган. Это, как вы понимаете, совершенно другого типа сообщения, когда мы видим курган, и мы получаем тоже некую информацию, но она совсем другая, чем в тех типах. Здесь никто ничего не говорит друг другу, но понимает. Вот посредством такого сообщения от поколения к поколению, сообщения каких-то таких очень базовых, базовых, ценностных содержаний внутренности, что ли, культуры. То, что не лежит на поверхности, то, что скрепляет культуру и культуры друг с другом. Вот на основе такого типа сообщения строится вообще общество и цивилизация. И такие сообщения там живут и передаются столетиями. Вот, собственно, три таких совершенно разных типа коммуникации и сообщений. И мы можем легко видеть, что, скажем, диалог сегодня в качестве медиа и коммуникации за это отвечают электронные медиа, наши все там мессенджеры и прочее. За информацию, передачу информации и гонца отвечают средства массовой информации. Они ею очень активно работают. И, наконец, такая базовая, долговременная, ценностная информация, она очень хорошо ложится на книгу и передается в ее виде. Книга – это своего рода курган в рамках наших технологий. Вот три вида, три медиа, которые работают с разными типами информации. И хотел бы обратить на два таких, сравнить два эпифеномена, в которых одна и та же информация выступает совершенно в других медиа. Икона как медиум и телевизор как медиум. Вот эти два медиума как раз для нас демонстрируют совершенно две разные эпохи. Мы икону, может быть, уже и не умеем так читать, как умели наши предки, но мы все равно понимаем, что она именно медиум, что она желает нам очень много сообщить. И икона на протяжении нашего христианского исторического бытия, она действительно создавала культуру, скрепляла. То, что она сообщала, было очень и очень много. Нас скрепляет и сообщает нам, условно говоря, телевизор, который похож и может быть похож на икону, если там ее изображать, но при этом это совершенно другая материя, совершенно другая плоть и совершенно другая технология. Вот эти две технологии иконок как кусок дерева с краской на ее поверхности и телевизор как генерирующие световые сигналы и импульсы технологии. Вот сравнивая вот эти два абсолютно разных явления, будем двигаться к нашим понятиям электронных меню. Ну, здесь я просто тогда обобщаю вот эту типологию различных медиумов коммуникации. Еще раз обращу внимание, что коммуникация не может быть коммуникацией без медиа. Медиум – это посредник в самом переводе. И вот именно медиум как посредник, как то, что нас окружает, он во многом определяет не только форму коммуникации, но и ее содержание и вообще нашего вот эту духовную жизнь, душевную жизнь, информационно-коммуникативный континуум. Вот, поэтому ключевые медиумы коммуникации, в которых мы живем и на которых вообще основана наша жизнь, это голос. А голос у нас опирается на воздух, звук, панему, речь, вот этот комплекс, связанный со слуховым восприятием информации. Вот, и образ. А образ включает свет, букву, письменность, то есть чувствительность, которая связана с нашим восприятием света. Вот этот воздух и свет – это и есть ключевые медиумы, которые, ну скажем так, 99% определяют, 99% нашей коммуникации. И мы должны все время об этом помнить. Не существует просто языка, просто общение, да, это всегда общение в воздухе и в свете. Но кроме этого, существуют и возникли в истории искусственные медиумы. Ну, во-первых, это тело. И тут совершенно разные виды. Началось все с камня, потом на дерево, бересту, там, пергамент, перешло, ну, нет, тело как твердое вещество, да, на которое знаки можно сохранять, и полотно как мягкое вещество, пергамент, бумага, на которые наносятся краски, очень удобные для передачи информации. Это тоже очень важное развлечение, плотность и полотняность, так скажем, носитель поверхности, который играет роль в нашей коммуникации. Вот. И, наконец, в 20 веке, вот в этот ряд телесный ворвались совершенно другие, новые понятия, я их называю матричные медиумы. И первый из них излучение, когда мы не просто свет и отражение его воспринимаем, а когда этот свет и тьма начинают работать активно и создают своей вот этой деятельностью экранные технологии. Вот это вот суть электронной, революции электронных медиа, когда они приходят в наш мир. А вторая инновационная уже такая электронная технология пигментизация, когда работает отраженный свет, это вот электронные чернила, там всякие наши табло, более редко встречающиеся технологии, но по сути все равно это матричные медиумы, а вот с понятием матрица там целый длинный, понятийный ряд интересных ассоциаций. Вот. И еще один вместе с ними аналоговые медиумы, когда работают звуковые электронные колебания. Ну, аудиосигнал вот через него происходит, и он необходим для нашего нецифрового телевидения, для разных других технологий. Важно, что вот те медиумы, которые пришли в нашу жизнь в 20 веке, матричные и аналоговые, они, по сути дела, в основе имеют один форм-фактор выражения экран. И вот экран, он становится той иконой, доминирующим медиаформатом нашей информационной жизни. А вместе с ним приходит потоком визуализация, аудиовизация, коммуникация, то, что мы с вами каждый день наблюдаем. Вот, таким образом, делая вывод, очень важный рубикон. Человек прошлого жил среди естественных медиумов, просто в воздухе и свете, так скажем, а вот современный человек, он окружен цифровыми медиумами, которые совершенно иные технологии имеют в своей основе. И вот, если мы смотрим воздействия и последствия вот этих смещений медиаформатов, вот эта схема, вот эта графика очень наглядно демонстрирует изменение содержания нашей душевной информационной жизни. Вот те маленькие лучики, которые вы видите вот здесь в основании по одному, по два процента, вот сюда входят как раз книги, газеты, журналы. Это есть традиционные медиумы, естественные, которые отраженным светом питаются, которые до нас в течение веков доносили информацию. А вот все остальное 95% это электронные медиа. и понятно воздействие на нашу жизнь, если у нас на 95% изменилось содержание нашей душевной жизни и душевных восприятий. А теперь подробнее, что я имею в виду, когда говорю о вот этой смене технологий в медийном окружении человека. Речь идет о том, что у этих двух медиа-сред совершенно разные миры. и традиционная коммуникация предметная она нам очень понятна. Вот в этом измерении мы легко, например, идентифицируем книгу как кирпич, как некий предмет. и информация, которая в таком формате, она очень легко нам ложится в сознание, потому что она подчиняется предметным взаимодействиям, так скажем, механическим законам Ньютона. То, что мы видим глазами, то, что мы щупаем, то, что имеет непосредственный контакт с нашим телом. И, в общем, наше тело это такая же предметность, как предметность книги. Мы в одном пространстве. А вот когда мы начинаем говорить об электронных медиа, то мы переходим в совершенно другую плоскость, которую мы не можем воспринимать, которую мы можем рассуждать только абстрактно. Медиа микромира. И вот в прошлом веке вот эти абстрактные понятия науки нам были достаточно глубоко и аналитично раскрыты, начиная с Эйнштейна, Нильса, Бора, квантовой теории, теории относительности. Это те законы микромира, мира наночастиц, электронов, протонов, которые мы можем только описывать, но собственно каким-то образами, собственно совершенно не представляем себя. И ключевое свойство вот этих параметров микромира это существование на предельных скоростях и расстояниях. Здесь мы имеем всегда как ориентир скорость света и когда речь идет о скорости света в нашем мире, то можно уравнивать это как отсутствие вообще скоростей и отсутствие расстояния. То есть электронные медиа имеют по сравнению с предметными ньютоновскими медиа и коммуникации такое свойство что они бесконечны их скорости бесконечны их расстояние беспредельны и разумеется это полная противоположность всего что мы имели в нашем коммуникативном мире. Вот на основе вот этих свойств начинают работать электронные медиа и мы потихоньку знакомимся с этими свойствами со следствиями из этих свойств. Какие они? В принципе они очень понятны и просты. Вот вы видите здесь график научных публикаций на открытых ресурсах архив ком. Известный ресурс открытого доступа за несколько лет и вы видите какой поток научных публикаций в данном случае линейный а на самом деле он близок экспоненциальная формула этот график сразу показывает то что в традиционных медиа бумажных предметных такой рост информации был бы невозможен. Соответственно и публикации таких объемов невозможно и восприятие таких объемов невозможно и хранение таких объемов наших традиционных бумажных форматов невозможно. Мне кажется вот этот рисунок очень ярко демонстрирует неизбежность победы электронных медиа. То есть против лома нет приема. Против такой информационной мощи ни бумага ни камень ничего не могут противопоставить. А выражается это в практических понятиях скажем низкий барьер дешевизна публикации. Вот отсюда этот поток возникновения открытых платформ интернета. Дальше скорость дешевизна дистрибуции. Возможность перекинуть любую информацию быстро и почти бесплатно. Дальше очень важное свойство у электронных медиа качество имитации. Вот пример видеоигр видеотехнологии демонстрирует это совершенное свойство. 50 лет телевизор это была какая-то большая коробка с маленькой картинкой, то сейчас мы видим, что изображение современного видео оно зачастую интереснее и ярче, чем то, что мы можем увидеть своими глазами. И вообще электронные медиа в виде всех вот этих устройств, приборов они демонстрируют такую интересную способность адаптироваться под предметный мир, выглядеть как этот предметный мир и имитировать его, превращать электронные устройства, превращать в предметные удобные предметы нашего окружения, которые удобнее, чем то, что сделано из дерева и камня. Ну и интерактивность и гибкость. Тут тоже удивительное свойство, когда все это постоянно совершенствуется, постоянно развивается и практически любая задача из нашего информационно-коммуникативного континуума она может решаться электронным медиа более совершенно, интересно, прогрессивно. вот это собственно ведет к тому, что аналоговые медиа, вот тот весь список, начиная с света и воздуха, они во многих отношениях уступают электронным. Кроме одного, что свет и воздух это то, чем мы дышим, то, что наполняет нашу душу. И вот по поводу информационной мощи здесь есть и такой закон, закон Мура, который подтверждает информацию удваивается каждые два года. Это исходит из роста возможности обработки информации, технические возможности пока уже там много лет позволяют так очень быстро удваивать. соответственно каналы информации быстро наполняются может быть не так быстро и вы видите информационная кривая с которой мы сегодня имеем. Если тысячелетиями информация была практически на одном и том же уровне начиная с нового времени особенно в 20 веке особенно в начале 21 века информационная экспонента устремляется резко вверх. И вот цифровое выражение этого подсчитал американский ученый Робертсон цифровые медиа увеличивают информационную емкость цивилизации в 100 миллионов раз. Вот эту цифру вы никогда не представите себе но уверяю вас эта цифра способна полностью изменить нашу жизнь и она это делает. А вот то что мы обозначили в каких-то свойствах реальности и технологий возможностей их технологии это уже давно прочувствовали французские философы и начиная с 60-х годов то что относится к нашей теме понятие симулякра симулированной реальности такие философы как Бадрияр Батай Делез и другие и вот цитата из Делеза речь идет уже не об имитации не о дублировании не даже о пародии речь идет о субституции замене реального знаками реального о чем тут речь симуляк это такой знак который равносилен реальности и замещает собой реальность и в каких-то случаях реальность нам не нужна мы живем этой симулякром симулякром это особая фаза знака после речевой коммуникации когда он начинает генерировать реальность это уже имеет что-то общее с фантастическими фильмами и книгами но на самом деле это не фантастика а в какой-то части нашей жизни это тоже реальность нам симулятор составляет часть нашей жизни а не просто некий знак отсылающий к этой жизни и вот если привлечь это понятие в нашей медийной медийной размышления мы можем говорить что в каких-то случаях различие между медиумом с носителем симулякра и реальностью исчезает одно становится другим причем это не однозначно а это некая игра верх может брать то одно начало то другое и во многом наша информационная жизнь это борьба за власть и внимание между симулякром и реальностью их игра между собой и собственно остроту данной постановки вопрос еще усугубляет то что не только понятие медиа но вообще большинство наших проявлений сознания то есть знания образования информация вера религия ценности они все органично входят в пространство симулированной реальности и там очень сложно отделить одно от другого это уже некий симбиоз и особенно хотел бы подчеркнуть результат тех электронных медиа которые меняют нашу жизнь меняют в сторону четвертой постиндустриальной революции они сегодня много говорят это собственно последствия той цифровой революции которые последствия которые уже воплощаются в нашей жизни в быту вот одно из этих последствий как раз и заключается в том что различие между симулякром и реальностью снимается и медийная и телесная реальность становится взаимоперекрасной отвлекаемыми сторонами нашей жизни ну вот собственно вот эти все трансформации и создают то что мы сегодня вкладываем в понятие цифровой информационной эпохи если книга и печатные медиа были встроены в нашу традиционную телесную информационную коммуникационную среду то вот цифровая эпоха знаменует то что электронные медиа становятся основной частью нашей телесной бытовой коммуникационной среды условно говоря мы уже не можем себя представлять без интернета или без телевизора это есть часть нашей жизни а не просто медиа коммуникации об информационной эпохи очень хорошо и объемно написал Мануэль Кастерс наш современник социолог и выделил здесь три таких социологических измерения на которых мы кратко тоже будем останавливаться во-первых возникновение сетевой цивилизации цивилизации информационных потоков сетевых связей цивилизации в которой разрушаются традиционные границы иерархии возникают энергетические поля существует мгновенная связь сетевое общество во многом совершенно другое чем то в котором мы жили в нем происходит полная перестройка базовых ключевых сфер жизни финансовой экономической производственной трудовой брачной медийной вот все благодаря электронной технологии все немножко по-другому и как квинтэссенция этого переплавка социальной плазмы в цифровом мегаполисе именно в мегаполисе все вот эти вот свойства наиболее демонстративно ярко и мощно себя проявляет мегаполис как формат нового общества и соответственно цифровая эпоха основана на цифровой электронной медиасреди и медиапроцессе и возвращусь к тем трем типам сообщений с которых я начинал я отмечал что в традиционном обществе медиа могли имитировать и нести в себе только информационные форматы такие как сообщение гонец или сообщение курган они могли переносить знания могли переносить какие-то там указы приказы но они не могли практически никаким образом имитировать и сопутствовать главной нашей коммуникации диалогу мы всегда сами общались друг с другом лицом к лицу и это была основа той свободы которым отличалась традиционная общество свободы от медиакоммуникации лицом к лицу это было основой нашего общения вот в современной цифровой электронной обществе и медиасреде электронные медиа завоевывают эту область и становятся посредником именно нашей бытовой коммуникации мы уже общаемся друг с другами через мессенджеры электронные почты и чего угодно и зачастую это тоже у кого-то становится даже более важным важной формой диалогового общения чем вот через воздух или свет лицом к лицу к лицу устами к устам вот и вот это одно из фундаментальных черт цифровой цифрового изменения нашей нашей жизни как я считаю вот соответственно еще один из выводов из этого после того как это случилось что масс-медиа покидают бумагу раньше они как раз на ней держались да сейчас они ее покидают и новая среда обитания масс-медиа это во-первых интернет как мультимедийная реальность собирающая в себе очень разные виды медийного общения как универсальный транслятор это соцсети как удаленный коммуникатор который как раз берет на себя многие условия бытового общения это смартфон как некий пульт управления миром и коммуникацией и как тот канал через которым цифровой мир управляет нами вот и наконец гипертекст как разрушение линейного построения культурных текстов и формирование совершенно нового новой типа структуры построения культурных текстов на которых зиждется наше знание информации вот в результате вот этой трансформации медиасреды мы сталкиваемся с тем что книга из информационного монополиста превращается в информационного аутсайдера в принципе можно представить уже жизнь без книги в то время как жизнь без электронных медиа представить нам невозможно вот тем не менее есть и хорошие новости умрут ли эти наши традиционные медиасреды могут ли они умереть по моему убеждению не могут потому что существует закон сохранения медиасреды если что-то в культуре возникло оно уже не умрет вот такая бессмертность культуры хотя бы в рудиментарных формах и вот все форм-факторы которые состоялись они и устоялись театр и прочее все это у нас книга особенно всегда это будет и особенно это свойственно форм-факторам физическому и телесному книге всему что мы можем потрогать потому что этот формат как бы не было агрессивно наступление электронной медиасреды он для нас ключевой то что мы можем потрогать увидеть ощутить это всегда нам будет ближе чем любые проявления мира виртуального и по мере как раз агрессивного наступления электронных форматов включаются механизмы защиты от вот этих всех формальных цифровых таких количественных виртуальных медиа каналах то есть мы активно защищаемся и будем защищаться и во многом эта агрессия вызывает сопротивление и разоблачение электронных имитаций то есть тут настоящий бой поэтому наша медийная жизнь в ближайшее время и последующем будет все более и более сложной она сохранит в себе все что в ней было включая книги конечно же и все что в ней возникает и она становится многополюсной такой вертикальной мультимедийностью жить нам будет только сложнее в ней надо разбираться во всем это будет конечно сопровождаться нагрузкой на нашу медийную компетентность нам всем нужно быть более информационными более умными разбираться во всем этом чтобы вообще ориентироваться в современном мире какие основные черты вот этой новой мультимедийности новой медиа среды во-первых вот как сказал кастерс это пространство потоков если в традиционном информационном ландшафте доминировали предметы и книга как вот ключевой предмет информационный а также журнал газета все это предметы то в постиндустриальном информационном ландшафте доминируют потоки и нам чтобы находиться в жизни нужно находиться погружаться в потоки а потоков много и в частности цифровое телевидение и оно развивается множится тоже и ему надо быть ему надо прикасаться это многоканальное радио там тоже растет потоки информации каналы это малотиражная книга которая тоже множится ее тиражи уменьшаются количество нарастают ну и разумеется интернет гипер источник видеовещания социальной сетевой журналистики текстовой трансляции как основной генератор мощный генератор информации в нашем мире и из-за вот этого свойства пространства потоков вытекает такая особенность серийности как основанная навигация в условиях переизбытка информации мы живем в новом контексте которым если раньше всегда информации было недостаточно и нам хотелось ее больше то новый контекст потоков который залил как цунами нашу душевную жизнь он порождает совершенно другую ситуацию переизбытка вот на этой картинке эта ситуация очень красноречиво отражена какую морковку брать этот выбор очень сложный и одно из последствий такой ситуации переизбытка то что мы живем не век поиска истины а век получения информации и хотя истина это тоже информация но информация это вовсе не истина как следствие тот континуум который строила христианская цивилизация любая метафизика подводя все многообразие мира под некую ключевую истину с большой буквы вот этот единый континуум разрушается истин становится много столько же много практически сколько информации ну а как следствие переизбытком информации становится недостаток истины понятие истины релятивизируется соответственно релятивизируется понятие знаний знаний тоже много то что для одного знания для другого наоборот незнание безграмотность лженаука разные науки мы с вами уже живем в таком мире которым сколько сообществ коммуникативных столько субкультур столько понятий истины столько комплексов знаний и хотя есть еще какая-то иерархия авторитетов научного знания или религиозного знания вы видите как они способны соревноваться какое знание более приближено к истине религиозное как это было всегда или научное сейчас никто это не может сказать вот так что несмотря на то что время революции прошло сто лет назад коммунистических и прочих которые потрясали наше общество но вот время информационных трансформаций и революции настолько начинается и нам еще с этим надо учиться жить и вот пару тоже слайдов связанных с особенностями распространения информации в постиндустриальном обществе структурное развитие информации вот на данном на данном слайде отражен график развития информации в индустриальном обществе в котором существовала существовала индустрия информации в виде СМИ вот это основной был источник и он старался иерархически подчинить себе подключить все остальные источники информации ну скажем важнейшим источником информации было в индустриальном обществе государства которое там свою пропаганду развивала свою доктрину вот это становилось тоже частью индустрии СМИ возникали другие были другие информационные источники принящиеся в обществе или там корпорациях различных субкультурах все они стремились подключиться к СМИ чтобы транслировать через них свою истину и в результате возникала некая иерархия в котором СМИ выступало в качестве некого такого ствола а все остальные источники как сучья этого дерева то есть такая иерархическая классическая структура свойственная традиционному обществу а вот в сетевом обществе это становится невозможно то есть настолько много источников информации благодаря цифровому генератору вот этой легкости стать генератором информации что вся эта иерархическая система лопается СМИ все еще остаются большими генераторами информации но они далеко не единственные и они уже не могут справиться вот с теми с множеством других источников каждый источник тоже в свою очередь борется за слияние за вхождение в генеральные каналы СМИ но уже очень мало кому это получается и каждый раз каждый источник информации довольно спонтанно и случайно находит те каналы где ему удается приобщиться где его выслушают где он найдет аудиторию и как вы видите возникает не иерархическая такая система взаимосвязи информации а так который выражается языком графов довольно спонтанно и случайно как это свойственно сетям ни один источник информации не связан со всеми другими связан с какими то некоторыми но в то же время из-за того что он связан с несколькими несколькими некоторыми а эти некоторые еще с некоторыми все окажется связано с друг с другом закон сетевого общества любой человек с любым другим человеком на земле может познакомиться через 6 рукопожатий количество тут варьируется вот в то же время обращу внимание что каждый из вот этих субъектов информации он старается все равно выстроить какую-то иерархию вот здесь в этом фрагменте это отражено то есть он старается чтобы это все подчинялось какой-то логике правилу он вбирает в себя то что он может вобрать то есть вот это общий сетевой хаос он складывается из микропорядка этих отдельных субъектов вот эти иллюстрации я привел для того чтобы различить два пути построения информационного поля иерархическую систему распределения информации в которой каждый источник информации стремится подключиться к информационной доминанте стать ее частью стать ее подразделом и в то же время доминанта это СМИ стремится включить всех и альтернативной есть сетевая система распределения информации в которой каждый субъект ощущает себя самостоятельным источником информации и он стремится подключиться к информации к информационным хабам однако вследствие переизбытка информационного невозможности обеспечить, доминанта не может принять всех, возникает ее резистентность, отказ от приема. И вот это понятие сопротивления приему, оно очень важно для нашей новой информационной ситуации. Если раньше в традиционном обществе все всегда стремились принять информацию, стремились к знаниям, больше знаний, если кто-то что-то придумал, сделал библиотеку, выпустили книжку, библиотека хочет ее обязательно иметь. То сегодня основное понятие отказ от приема. Если есть возможность, повод не принять, отказаться, идите подальше. И библиотека, если вышла книжка, она скорее придумает 100 способов, почему эта книга ей не нужна. Вот, разумеется, это все два полюса одного и того же. И в сетевом обществе еще более ожесточается, в связи с этим отказом от приема, ожесточается борьба за подключение к ближайшему хабу, каждый информационный источник отчаянно борется, чтобы подключиться к какому-то агрегатору, к более крупному источнику информации. Благодаря этому информационные связи становятся нелинейными, не иерархичными, сетевыми. Вот, вот в такой среде хабы, которые объединяют более-менее большое количество информационных источников, становятся интеграторами, агрегаторами информации, и информационное поле превращается в поле взаимодействия агрегаторов. Еще раз обращу внимание, раньше это было СМИ, которые в идеале становились государственными СМИ, какой-то единой системы. Сегодня информационное поле – это поле спонтанного взаимодействия агрегаторов разного толка и разного типа. Вот блогер, например, который перепостит разные новости, это всего лишь агрегатор. И агрегаторов в современном обществе становится больше, возможно, чем источников информации. Соответственно, в этом поле два источника информации обращают на себя внимание и борются между собой. Первый вид – это информационные субъекты, назовем их издатели. По мере укрупнения, они, как и все, стремятся укрупниться, становятся некими центрами производства информации, они стремятся к индивидуальности, они формируют свой информационный бренд, они стараются стать символом качества, производителем качественный, интересный контент, создавать свою собственную аудиторию. В общем, это знакомая традиционная стратегия действия издателей, продюсеров и так далее. А второй тип, возникающий в условиях цифровой разрывности и дыр – это информационные агрегаторы. По мере размельчения источников информации, именно они становятся некой крупностью, неким голосом этого многообразия. Они не производят контент сами, а собирают его и выстраивают в некую информационную навигацию. Вот эта навигация имеет ценность и, собственно, их оправдание, их существование. А информационное поле определяется борьбой этих двух источников. Издатели привлекают внимание к себе, повышают ценность своего контента, именно контента агрегатора, повышают ценность каналов. Издатели работают точечно, а агрегаторы работают комплексно, пакетно. Издатели стремятся к полному контролю над своим контентом, а агрегаторы – к полному охвату аудитории. То есть это две совершенно разные стратегии работы с информацией, работы в информационном поле. О них и пойдут встречи. И все, весь интерес, как раз интрига в этом взаимодействии. Ну и обращаясь к нашей теме, мы вот ЭБС-издатели, например, и ЭБС-агрегаторы – это частный случай подобного взаимодействия. Как цифровая книга трансформирует? Итак, я обозначил тот фон, на котором происходит изменение в нашем медийном мире. И, собственно, в этом понятийном поле будут раскрываться те феномены и тенденции, которые относятся к нашей проблематике книги, электронной библиотеки, ЭБС, информационно-образовательной среды и так далее. И сейчас в заключении я уже просто пройду по тем темам, которые будут подниматься в нашем курсе, которые мы будем разбирать. Вот первая тема – как цифровая книга трансформирует книжный информационный рынок в ближайшие 10 лет. Здесь мы обратимся к истории книги, от свитка, кодекса, экрана, значение книги в когнитивном ландшафте человеческой цивилизации. Здесь подробно рассмотрим понимание книги как когнитивной лаборатории абстрактного мышления. Ту важную цивилизационную роль, которую книга имела в истории человечества. И, соответственно, изменения в связи с возникновением нового медийного пространства, его когнитивные свойства, когнитивные последствия для человека. Остановимся на истории книги, понятие «время книги», как оно формировало индустриальное общество в наш 19-20 век. Известные понятия «галактика Гутенберга», «галактика Альденберга». И изменения, приходящие в 21 веке, связанные с 4-й индустриальной революцией, кибернетическим обществом, урбанистической цивилизацией. В общем, здесь будет уделено время перспективам книги, место книги в цифровых потоках коммуникации, сжила она себя, как относятся книга и мысли, это неразрывные понятия или разрывные, что такое гипертекст и как гипертекст накладывается на новую структуру освоения реальности, новую структуру построения знания. Вот здесь же будет вопрос, что произойдет с печатными СМИ, вот как следствие газеты умрут. Это, еще раз говорю, знаковое явление. А вот журналы уже не умрут. Хотя тоже, как и все СМИ, сильно преобразуется. И самое главное, не умрет книга, цифровая книга. Книга как носитель знания, как носитель мега-нарратива, книга как органом абстрактного мышления и квинтэссенции письменной культуры. Вот и соответственно, вот здесь я обращаюсь к очень интересному произведению Евгения Гришковца, «Прощание с бумагой», что нас связывает и привязывает к бумаге, и каким образом текст неразрывно связан с бумагой. А его особые форматы связаны с форматами нашей душевной жизни. Роман, учебник, альбом. Вот три формата, в которых книга неизбывна. Отдельный вебинар у нас будет посвящен обществу знаний и рынкам образовательных электронных ресурсов России и мире. Вот это уже более практическая плоскость. Что такое общество и знания, его содержание, какую роль в нем играют библиотеки, электронные библиотеки и базы данных, возможности электронного обучения. Где нужны знания, какие знания нужны в этом обществе по ступеням системы образования и формате EDU Entertainment. образовательного досуга, виды дополнительного образования. То есть то, как знания сегодня распределяются в обществе, где оно востребовано, соответственно, где востребована книга и библиотеки. Здесь пойдет речь о международных электронных ресурсах, о разделении рынка электронных ресурсов, о понятии цифровом университете и то, что нужно цифровому университету в плане сырьевого обеспечения информации. Четвертое занятие будет посвящено профессиональным контентным системам как отдельному феномену и таким понятиям, как информационный цунами, как от него защищаться, понятие информационной гигиены, как ее формировать, структура доступа к информации в научной и профессиональной среде. Ну и такие смежные вопросы, почему гуманитарии не понимают технорей особенности профессиональной информационной среды в гуманитарной и, естественно, научно-технических областях. Типология профессиональных контентных систем и возможные форматы, скажем, возможно ли мировая электронная библиотека или национальная электронная библиотека, как с этими понятиями соотносятся архивы, базы данных, репозитории, обзор ключевых международных ресурсов для образования. Отдельное занятие будет посвящено электронным библиотечным системам и основным понятиям истории ЭБС в России, принципы работы ЭБС, отношения с правовознодателями, потребителями, то есть практические вопросы. ГОСТ по ЭБС будет рассмотрен, что сегодня требуют универсальные технические стандарты для создания и развития ЭБС. Содержание ЭБС, что должно быть, что можно найти в ЭБС, сервисы ЭБС, чему они должны служить и в чем их задача. Работа в ЭБС преподавателя, работа в ЭБС студента. Как продвигать ЭБС в УЗИ. То есть практические вопросы. Следующий цикл понятий связан с основными понятиями электронной информационно-образовательной среды, то есть в плане расширения. Что такое информационно-образовательная среда в ВУЗе, основные понятия и задачи, функциональные узлы, виды интеграции в образовательной среде и непосредственно детали этой интеграции. Связь ЭБС, САБИС, ЛМС, СРМ и другими подсистемами этой среды. Ну и последние несколько занятий, они будут посвящены более таким мега-трендам в нашем информационном поле. Ну вот интернет и возникновение рынка авторов. В чем интернет обогащает, а в чем объединяет. Интернет как болезнь и опасность. Вот такие стороны, которые надо иметь в виду. Что такое рынок читателя? Почему рынок читателя разрушается? Авторы-издатели, взаимодействие их между собой. Ну и наконец, что такое рынок автора? И как он проявляется? Автор вышел на рынок. Ждем глобальных сдвигов медийного пространства, но прежде всего в пространстве нашей научной книги. Конфликты медийных пространств, впоследствии для науки и публикационных сфер. Открытый доступ. Почему мы его хотим и почему мы его боимся? Здесь пойдет речь о том, что такое открытый доступ, почему он возможен и в то же время невозможен. Здесь много всяких парадоксов, противоречий. Означает ли открытый доступ смерть рынка коммерческой литературы? И различные тенденции, скажем, связанные с удешевлением информации, но одновременно и с удорожанием. То есть тут очень много противодействующих тенденций. Может ли выжить издатель в условиях открытого доступа? Каковы модели открытого доступа? Ресурсы открытого доступа международные, отечественные, международные проекты по открытому доступу. Наш проект киберленинг. Ну и все будет вокруг того, вращаться, как найти баланс между тем и другим полюсом, как не навредить. Вот это интересное занятие будет посвящено библиометрии. Она пережила взрывной рост, и в то же время библиометрия полностью перешла в сегмент переводики, а о книгах забыли. И вот здесь будет анализ того, что у нас сформировалось в реферативных базах данных, рейтинги, методологии, прежде всего в научной переводике, механизм цитирования, сборы данных, достоинства и недостатки, можно ли верить импакт-фактору, количественные и качественные оценки, рыночные и репутационные оценки, специфика в гуманитарной, естественно, научной сфере. И будет отдельно посвящен вопрос перспективам библиометрии в книгоиздательской области. Как оценить востребованность книг, количественные решения, математические решения на книжном рынке. Отдельно будет посвящено внимание ситуации с научной и учебной книгой. Какие здесь трансформации автора, издателя и образования. Что такое монография и учебник, что такое сегодня книгообеспеченность, вида оценки учебной литературы, последствия стимулирования публикационных рейтингов для науки, для тех, кто в ней работает, и последствия вмешательства в публикационный процесс, информационные шумы, искаженные картины информационного ландшафта, которые при этом возникают. Отдельное занятие посвящено экономике цифрового ресурса. Это очень интересное занятие. Здесь будут рассмотрены модели доступа и пути экономии при выборе электронных ресурсов. Будут, опять-таки, выводы для цифровой экономики сделаны, что изменилось, что такое информация в новой среде товар или услуга, что такое информационные потоки, эффекты пакетных решений, что такое хвост и сколько он стоит, способы расчета ценовой выгоды, тарифные модели, цена образования электронных ресурсов, как наиболее выгодным образом комплектовать электронные ресурсы. Очень много практических постановок вопроса. Ну и, наконец, последнее занятие будет связано с международным опытом электронной книгой в США и России. Чему будем учиться, а чему учить? Вот здесь будет обобщена практика использования электронной книги и ресурсов образовательных учреждений за рубежом. Приведены цифры, статистические показатели у нас и в США. Отстаем или опережаем? Тенденции, перспективы цифрового рынка в России. Ну что ж, я уже, как всегда, забрал немножко по времени. Прошу меня за это извинить. На этом, собственно, суть того, что я сказал, и свой обзор курса я завершил. Надеюсь, что он будет интересен тем, кто вот особенно теоретическими и практическими вопросами медиа-среды интересуется. Приглашаю вас к участию. Вот, а сейчас я вижу, возникли некие вопросы. О, вы же увидите. Так. Ну, как ты просто. Так. Ну, здесь комментарии. Розета как самостоятельный арт-объект. Да, тут много комментариев, но не буду комментировать комментарии. Радиоволны. Ну, рад, что это все такое дискуссию. Называет. Скайп. Так, вот. Как вы считаете, будет ли удален человек как регулятор истинности информации, и будет ли реализован принцип постоянной аутентификации всех участников общества? Ага, ну, типа большой брат. Да, вопрос интересный. Ну, два вопроса. Человек как регулятор, если так его назвать, истинность информации не может быть удален, потому что истинность не может трактоваться понятие истины вне понятия человека, как мне кажется. Так что, в любом случае, на конце вот этой роботизированной цепочки алгоритмов будет человек и его живая оценка, его душа. А вот по поводу аутентификации, это вопрос интересный, поскольку, да, здесь предсказать практически невозможно. Интернет, цифровые технологии дают и пространство свободы, в том числе человек, как его мнение, как инкогнитое. Здесь много возможностей. и в то же время сужается, увеличивается пространство контроля. Думаю, что вот в этом вопросе, как и вот в других таких контрадикторных вещах, будет всегда взаимодействие, контрасты и вот эта интрига, она никогда не будет сниматься. Это интересно. Так, тут уже такие большие комментарии с человеком. Так, ну, все, вот вроде помимо комментариев был вот такой один вопрос. Ну, что же, дорогие коллеги, благодарю вас за внимание, то, что выслушали такой большой монолог, приглашаю по этим всем вопросам, поразмышлять вместе, будет уже меньше круг и более такой диалоговый формат. Я думаю, что здесь важен не формат лекции, а формат такой работы. И, обращаю внимание на теоретическую часть, я постараюсь обогатить работу на этом курсе, вот, не только моими там сентенциями, да, а прежде всего знакомством с работами выдающихся теоретиков теории коммуникации и информации. Это, думаю, будет очень полезно и очень интересно. Вот, сейчас приглашаю еще раз вас всех сотрудничать с Директ Академией, появляться на наших мероприятиях и активнее в них участвовать. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Константина Николаевича за интересный вебинар. Напоминаю, что на следующей неделе у нас полная неделя, каждый день будут проходить вебинары, на которые вы можете зарегистрироваться на нашей главной странице. ну и напоминаю, что вы можете проголосовать за темы вебинаров наших слушателей, которые были предложены за последние три месяца и за которые мы сейчас проводим голосование. Три из этих 18 тем будут предложены вам в следующем месяце. На этом прощаюсь с вами. Встретимся в Директ-Академии на следующей неделе. Всего хорошего, до новых встреч! До новых встреч!